Говоря об ICG-технологии для визуализации зоны ишемии, наверное, мы сталкиваемся еще с такой стороной характера врача-уролога. Может быть, это некая уверенность в своей специализации, может быть, это некая профессиональная амбициозность. Но, тем не менее, ряд урологов, сталкиваясь с вот этой технологией ICG, говорят, господи, зачем нам это ICG, когда мы можем выключить кровоток либо селективно, либо транкулярно, выполнить спокойно резекцию и завершить вмешательство формированием гемостатических швов на почку. Когда мы недостаточно хорошо знаем любую технологию, применение этой технологии нам кажется избыточным. Конечно же, условный древний давний хирург, скажем, Пирогов, который выполнял ампутацию конечности за несколько минут, и при этом у него была серьезная летальность, серьезные гнойные осложнения, наверное, сегодня, увидев, как долго и мучительно выполняет операцию нынешний хирург, скажет, что это безрукий человек, который не может работать, как я. Я понимаю, что это такая сказочная ситуация. На сегодняшний день с развитием технологии хирургии в хирургии мы получаем новые методы лечения и, может быть, какие-то супернавыки, которые тогда были нужны, они утрачиваются. На сегодняшний день думаю, что это вот эффект такого Пирогова, когда урологи говорят, ой, да это не надо, не нужно делать ICG, я могу это сделать так руками, потому что я замечательно работаю. Но, тем не менее, летальность тогда и летальность при ампутации ног отличается, я думаю, на порядке. Выполняя резекцию почки в стандартном режиме, когда она выполняется либо в режиме безишемическом, в режиме зеро-ишемии, либо чаще всего это тотальная ишемия, которая может привести к ряду осложнений, связанных с повреждением интимальной части магистрального сосуда, то есть почечной артерии. В общем, это не новость, которую я придумал, это достаточно серьезное исследование, которое показало о том, что в ряде случаев происходит повреждение интимы почечной артерии, которое впоследствии приводит к серьезным осложнениям, возможно, даже и стенозу почечной артерии. Технология ICG позволяет визуализировать ишемию за счет того, что введенный препарат в условиях специального освещения распределяется по сосудистому руслу, и в тех случаях, когда мы суперселективно, найдя сосуд, который кровоснабжает зону интереса, зону опухолевого роста, мы выключаем кровоток суперселективно в зоне нашего хирургического интереса. И в этой ситуации мы можем получить картинку, которая полностью указывает нам зону ишемии, вплоть до того, что мы можем выполнять резекцию почки, не приводя к трункулярной ишемии. Позволяет нам без травмы интимы почечной артерии, трункуса почечной артерии, выполнить резекцию почки достаточно бескровно, в том смысле, что мы понимаем, что ишемия в этой ситуации может быть длительной, когда полностью выключается и иссякается ишемизированный сегмент почки, подвергнутый опухолевому поражению. Найдя почный сосуд, который мы расцениваем как суперселективный почный сосуд, кровоснабжающий ту зону, пережав просвет сосуда, отключив кровоток в указанном сегменте почки, мы получаем картинку о том, что ишемия произошла не в том месте, которое мы планировали, и тогда либо хирург вправе выбрать следующий сосуд малого калибра, ну, либо, к сожалению, приступить к трункулярной ишемии, если невозможно найти селективный сосуд малого калибра. Эта технология используется в урологии не столь давно. Но интересная, хорошая методика для помощи хирургу. Я думаю, несомненно, еще фактором, который мы не исследовали, является как раз работа с некими аномалиями формирования почки. Это действительно, скажем, подковообразная или образная, или другие варианты сращения почек нижними сегментами. В этой ситуации мы всегда сталкиваемся с серьезной проблемой ангиоархитектоники. В ряде случаев недостаточно четкое понимание ангиоархитектоники может нести за собой достаточно серьезные осложнения, кровопотерю и ишемизация тех участков почки, которые следовало бы сохранить. Поэтому использование интероперационной визуализации сосудистого русла, в том числе русла нетрункулярного, а, может быть, сосудов, которые кровоснабжают отдельные участки почки, позволит нам иметь меньшее количество осложнений. Есть перспектива, скажем, работать с аномальными почками для выполнения каких-то хирургических вмешательств. Совсем не обязательно это опухолевые вмешательства, это могут быть и реконструктивные операции на подковообразной почке или других серьезных аномалиях, поскольку аномалия не только структуры почки существует, она существует, серьезная аномалия сосудистого русла. Мы можем контролировать не только тронкулярный, а перфузионный кровоток, понимая, в каком участке, в каком сегменте почки при повреждении конкретного сосуда может наступить достаточно обширная ишемия, которая может приводить к серьезным, иногда и фатальным, может быть, для почки осложнением. Поэтому применение новых технологических методов, будь то визуализации, будь то вообще технологических методов самой операции, оно в ряде случаев кажется человеку непосвященному избыточным, а по мере накапления опыта мы осознаем, что этот метод, он дает серьезные перспективы на улучшение техники проведения наших вмешательств. Поэтому здесь, с одной стороны, непонимание у урологов, почему они не используют ICG так широко, как и остальные специалисты, отсутствие опыта работы с этим препаратом и с этой технологией.